Некогда эта часть Молдовки называлась Десятидворка. Название появилось после того, как десяти семьям, работающим в здешнем совхозе, выдали десять наделов, участков. Сейчас это сельская оживленная улица Тимошевская. Но некоторые старожилы до сих пор называют это место Десятидворка. Сергей Тополян – один из тех самых старожилов. Живет в Молдовке около полувека. Обустроил дом, вместе с женой Раисой вырастил детей и внуков. Говорит, уже не верили, что природный газ к ним придет. Когда мы приехали сюда, мы ждали все время газу. Топили дровами, углем. Потом стали заказывать баллоны. Нам обещали природный газ. И стали проводить. Я думаю, все, это будем ждать как раньше. Годами, много лет. А оказалось, вот те, да. Что касается дров, то от них сегодня отказываться не собираются. Для традиционного шашлыка они незаменимы. Сегодня им занимается Сергей Тополян-младший, внук хозяина дома. Он вырос здесь. Скоро собирается создать и свою семью. И продолжать заботиться о бабушке с дедушкой. Отопление, какое было до этого на дровах, это совсем сейчас намного проще. Сейчас прямое подключение. Пожилые дедушка с бабушкой очень довольны. Пока дрова горят, а мясо ждет своего часа, супруга Сергея Тополяна-старшего готовят не менее традиционный кофе. Уже на природном газе. Готовишь быстро. Не то, что на дровах. Очень удобно. На запах кофе и шашлыка подтягиваются соседи. Для главы сельского округа это еще одна возможность объяснить, как именно можно подключиться к газу. В администрации Молдовки помогают составить необходимые документы. Около 40-50 человек каждый день к нам в администрацию приходят. Новость о том, что в селах появился газ, оно доходит до населения. У нас находится специалист Сочи Горгаза, который принимает документы. Хочу напомнить населению, что пока технические условия выдаются бесплатно. Действительно на два года. В администрации находятся и представители банков, которые помогают оформить льготные кредиты для пенсионеров. По подсчетам местных властей, около 40% дворов округа или уже подключились к природному топливу, или находятся в процессе оформления документов. Осенью он пойдет активнее. Сейчас многие или в отпуск, или заняты в туристической сфере. Ну а пока прямо за столом соседи договариваются подключение каждого нового дома к сетевому газу отмечать за стольем с шашлыком. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.